Мои уважаемые зрители, продолжаю свою, значит, ну не знаю как ее назвать, программу, наверное, полезные советы для выживания, потому что те вещи, которые я сейчас вам тут говорю, они вам очень скоро пригодятся, потому что тут всякие граждане бредят, спрятившие вот этим вот революциями, а когда наступает революция, то первое, что исчезает жратва, электричество и канализация, поэтому, ну, как бы, мой опыт путешествия, выживания и конструирования всяких вещей, там, от рыбалки, там, охоты до освещения и подготовки жратвы, которые вот на этом канале, а также культурного досуга, да, с музыкой, он вам очень пригодится. И вот мне задали в личке, в чатах много вопросов, откуда у меня свет, что у меня за фонарики, вы извините, я охрипши немного, вот, вынужден хлебать чай, охрипши, простывши, и сейчас я еще одну тайну раскрою, откуда у меня свет, то есть свет у меня самодельный, потому что те фонарики, которые в магазинах, они все хорошие, но они не отвечают требованиям, каким, первое, компактности, они очень массивные, второе, ну, конечно же, цена, то есть удовольствие дорогое, а эффективность, как бы, и третья, четвертая, водонепроницаемость, значит, масса, а, ну, про компактность я уже сказал, и, собственно, ресурс источника питания, то есть стоимость источников питания достаточно дорогая, те же батарейки сейчас стоят, ёпана, мать какая, а хранится в них не так много энергии, ну, или даже аккумуляторы, аккумуляторы мы, допустим, ну, имеем вот пальчиковые, великолепные, японские, да, но все равно их надолго не хватит, 2,5 Ач, а это фигня, поэтому я подошел радикально, тем более, что в лодку требуется балласт, поскольку у меня каяк такой очень небольшой, и взял, вот, стандартный обычный 7 А аккумулятор, как бы он подошел мне именно почему, 14-ти вольтовый, ну, не 14, конечно, 13, и он мне подошел, гелевый аккумулятор именно по весу, то есть он четко входит у меня в лодку, в нос или в корму, как балласт, я его привязываю, вот, шнурками, и он по емкости, то есть при длительности моих путешествий от двух суток до семи, он, как бы, идеальным, то есть он не успевает разрядиться, ну, и, в принципе, иногда его даже заряжаешь от солнечных батарей, и, как бы, он обеспечивает потребности энергетические всего того, что у меня есть, а у меня есть вот такие вот самодельные фонарики из светодиодной ленты, то есть он, как раз, вот, фонарик с карабинчиком можно повесить, ну, есть еще другой вариант более крутой, для лодки, для ночной ловли, но я показывать не буду, потому что там пара патентов сразу можно сделать то есть он, рукстекло две половинки, вот залито, залито, скручено болты с нержавейки хорошие, японские тут вот простейший, простейший, как от ламп вот, включатель-выключатель, ну, кроме этого, есть более навороченный вариант, есть у меня вот для, когда едешь не один есть вариант сейчас покажу есть вариант с распределительной панелью, ну, вот он собранный на которую уже выключатель, ну, все, как в этом самом то есть, коробка распределительная, сюда можно подкрутить все выключатели питания, там можно еще один поставить, то есть у меня, ну, просто он на два рассчитан, то есть можно линии переключать то есть все это вот вешается на биваке и вперед у нас есть свет у костра, не надо бегать искать, ты лежишь, щелкнул, или в палатке там у тебя под рукой и он компактный, то есть размеры его, вот кусок провода, ну, провод это необходимость которая его, вот длина там сколько надо столько есть, короче вот это все, это все, как бы, устройство и второе устройство, которое у меня мелькает в кадре оно, конечно, тоже нужное оказалось то есть практичное а, ну, еще сразу чтобы перейти от одного к другому промеры я сейчас покажу немножко позже вот, устройство, ну, это всем известное вот, 12-ти вольтовый автомобильная зарядка для чего? ну, конечно же, вот для нашего любимого телефона он же навигатор он же фотоаппарат он же, короче, он же, он же, он же в общем, все все в нем, он же интернет то есть мы просто врубаем ее чем хорош вот аккумулятор чем лучше батарейка тем, что он просто может хлоп и зарядить то есть всего лишь надо прикрутить, припаять переходник все, пошла зарядка то есть, как угодно можно прям с лодки вывести в процессе движения как у меня вот было там в фильмах на солнечную батарею то есть зарядка заряжает отснимали, отключили все, как бы либо в процессе по прибытии на базу там пока светло ну, то есть, это вот чем хорош именно аккумулятор то есть, нормальный мощный источник который вот, потребляет 2 ампера в пике оно нормально, как бы нагружает это не какие-то батареечки и энергия расходуется оптимально но, потом как бы еще возникли вопросы ну, как полазив у китайцев я увидел, что у них раньше они были не герметичные еще лет 5 назад вот эти девайсы достаточно дорогие в Японии а вот 2 года назад я купил вот такой аппарат то есть, герметичный сколько он сейчас показываю вот его параметры кто посмотрел да 5 ампер часов 5 вольт 200 миллиампер максимально USB-выходы главное главное его достоинство именно он герметичный то есть ну, дождь брызги не проникает конечно, окунать его не советую он пропустит воду а вот по части, как бы брызгозащищенности то, что надо это солнечная батарея аккумулятор весит он каких-то 200 грамм то есть, таскать его компактно также прикручиваешь веревкой сверху рюкзака лодки и он сверху и принцип зарядки абсолютно тот же то есть, у него 3 USB-разъема переходник в процессе движения мы воткнули единственный его недостаток он заряжается ночью либо, если вы хотите заряжать надо его убрать со света потому, что в режиме когда освещенность у этого девайса таймер стоит на 2 минуты то есть, вот мы нажали допустим, сейчас вот, пошел заряжаться пошел заряжаться но через некоторое время буквально вот сейчас можно подождать и он выключит то есть, мигание прекратится и он отрубится то есть, зарядка прекратится это можно как использовать да, поговорил ты и он прекратился но, чтобы он заряжал постоянно нужно его просто в темноту либо закрыть световую панель непрозрачный материал тогда он начнет у вас заряжать телефон хватает его на 2,5 примерно зарядки телефона то есть, при полностью заряженной вот этой батарейке заряжается он, конечно медленно в процессе дня но, хватает телефон заряжает где-то часа за полтора ну, скажем с 50% разряда в нуль я бы телефон никогда не разряжал уже последние поездки то есть, 40-50% вполне как бы вот эту штуку запускаем ну, телефон она же камера и все вот у него индикатор заряда светодиодный то есть, показывает там, сколько полосок вещь крайне удобная смешная была стоила она что-то 900 рублей то есть, по сравнению с количеством батарей которые грохаете вы ну, как бы вообще вопросов нет всегда под рукой всегда можно взять с собой куда-то то есть, это не аккумулятор тащить как бы и вот в паре аккумулятор и вот эта штука получается просто супер и плюс конечно собственный источник освещения потому что ну, как лампочки светодиоды они вот, которые стоят они недостаточно мощные то есть, вот это вот панель светодиодная ну, не буду говорить сколько, да сейчас амперу покажу собственно, вот перебивочка сниму ее сколько вольт сколько ампер вот вы видите да то есть, она потребляет не так много тока и практически были-были даже ночи когда я на ночь не выключал там, часа три она четыре маслала пока там рыбачишь что, она горит все, как бы выполняет свои функции или просто лень тянуться было рукой и хватает вот этого аккумулятора семиамперного на трое-четверо суток если есть зарядка аккумулятора а зарядка ну, более более как сказать не такая компактная солнечная батарея а большего размера вот я как-то в прошлом году там снимал 10-ваттная солнечная батарея то есть, он забивается тоже очень лихо аккумулятор часа за четыре он там до половины емкости забивается у нас 10-ваттной батарейки хорошее солнце как, да то есть, вот и все современные технологии позволяют как бы оптимизировать процесс добычи световой на конкретной электрической энергии да поэтому надо их использовать и стоит это относительно недорого ну, конечно сейчас путиноиды крутанута опять долларов до 120 там до 100 и опять оно вдвое подорожает поэтому кто вот как бы задумывается о том чем кончится революция вы, ребята запасите себе семье там все вещи надежные компактные кстати вот отзыв от такой штуки у меня товарищ сидел месяц тоже в тайге и как бы хватало ему даже тянуть у него меньше ток 3,5 ампера я ему с Японии привозил но она не герметичная правда ему хватало на 3,5 часа средней величины этот самый как его планшет то есть она вполне тянула по USB так что как бы шикарные шикарные вещи тем более можно их две взять допустим менять их по очереди плюс тут еще есть штука а ну да тут же еще фонарик есть ну это конечно так ну что нибудь в рюкзаке искать как бы все то есть технологии идут дальше поэтому оставайтесь на моем канале смотрите всякие полезные советы хитрости пишите вопросы я говорю вот по части батареи ой по части вот этих панелей у меня несколько есть крутых конструкций почему я еще собственно их делал такие потому что рыбачить ночью нужно как бы света много рыбу приманивать и источник нужен не сфокусированной энергии нужен то есть у нее вот только стекло прозрачное она в две стороны излучает как бы не пугать рыбу что есть допустим панель с возможностью менять цветовую температуру то есть более холодный свет который рыба не боится то есть ближе к голубому такой ночной свет луны звезд то есть ну эти секреты пока раскрывать не буду потому что кто хочет наладить выпуск кто мой канал смотрит знает что я такой в принципе непростой изобретатель да есть такие вещи которые вроде они простые на них можно хрен учить денег заработать будут они на расхват потому что конструкция из нескольких панелей ставишь на лодку то есть ты видишь четко на горной реке как мелко перекаты заломы то есть чтоб не наскочить плаваем ночью удобно крепиться и так далее ну ладно все не буду себя рекламировать спасибо за ваше внимание до свидания до свидания